Здравствуйте, друзья! Сегодня я отвечу на вопрос, который меня очень часто задают. Как у тебя получается сочить одинаковые детальки, особенно когда их много? Допустим, это какая-то балюстрада, не важно, не важно что это, значит, как у тебя получаются одинаковые детали? Ну, есть, конечно, некоторые хитрости, некоторые наработки, но это со временем приходит, я хочу поделиться своими наработками. Вот смотрите, вот допустим, нам надо вытащить вот такие вот детальки в количестве, ну, как 20-30, не важно сколько штук. Значит, как я это делаю? Значит, для начала надо иметь штангеля, целую кучу, чем больше, тем лучше. Вот, допустим, те, что вот, ну, такое, сверху лежали, вот подобрал их. Значит, штангеля есть смысл покупать на базаре старые, там, где уже не видно, что он показывает. Для токаря по дереву, по крайней мере, они являются все равно полезными помощниками и нужными вещами. Значит, я их затачиваю таким образом, чтобы был острый кончик тут и тут. Значит, зачем я это делаю? Я себе заведомо ставлю, как бы, контрольные размеры такие, которые, ну, желательно, чтобы они повторялись, потому что, ну, так легче будет. Потому что каждый раз мерить линеечкой, ставить меточку и каждый раз все равно включать, выключать, но это все будет долго. Допустим, у вас реально большое количество деталей, то не хочется их точить там неделю, хочется стать бутинкой, сделать их, и чтобы они все-таки были похожими. Значит, что я делаю? Я беру заготовочку. Я для начала заготовки режу одинаковыми по длине. То есть это уже является, как бы, первым шагом к тому, чтобы точить одинаковые заготовки. Я натрасовал их. Значит, под упор они все одинаковые. Нахожу центр. Ну, центр находится уже кому как нравится. Кто там по диагоналям, кто на глаз, кто рейсмусом. Ну, есть варианты. Мы об этом уже говорили. С центрами как бы все понятно. Находим центр, зажимаем станок. После того, как я сделал цилиндр, я беру резет прямой и протачиваю примерно, значит, под ножку, которая будет вставляться, значит, в свое отверстие. Течу так, чтобы на всю ширину своего листа. И еще раз на ту же самую ширину. Потом я беру гаечный ключик. Значит, можно мерить с ангелем. Каждый раз мерить, протачивать, мерить, протачивать. Значит, у меня посадочная будет 8 мм. Я беру ключик на 8 мм. Я затащил ему уголочки, чтобы он стал такой косвененький. И беру потихонечку. Вот я одел, он у меня четко оделся на мою ножку. У меня там получится 8,2 мм. Это проверено. После того, как я это сделал, я могу заготовку снять и перевернуть ее в обратную сторону. В сторону трезубца. Как бы на шубе не лезть туда больше режущим инструментом, чтобы не попасть в эти вот зубчики. Это всегда неприятно. После того, как я это сделал, я беру один из штангелей и ставлю размер общей длины. Это необходимо, это важно, потому что потом та часть, которая будет задеваться сверху, если и не будут разные, ну, будут везде дырки и не катят. Поставил, зажал. И отметил свою длину. И протачиваю опять и таким самым образом, уже до линии. На данном этапе мы получили заготовку, которая одинаковой длины. То есть это расстояние у нас одинаковое. Соответственно, у нас верхняя планка сядет ровно. А потом, дальше, значит, можно на другом штангеле. Тут, допустим, если у вас много деталей, вы отложили с этим зафиксированным размером, вы будете постоянно отмечать один и тот же размер, и оно все у вас повторится. Ставим, допустим, размер вот этой вот ножки, ну, вот этой вот части. Поставили, и этот размер тоже остается у нас, как бы, на штангеле. Мы будем везде его отмечать, но вы идею поняли. Потом, значит, я на ширину своего листа протащиваю вот эту вот шейку. То есть, чтобы ее не мерить, я знаю, что она у меня шириной такой же, как мой резец. Потом я просто свожу радиусом к нему, и все. Потом я могу еще померить, ну, чтобы диаметр был такой самый. Вот так вот. Ту деталь, которую вы вытащили первую, лучше держать где-нибудь перед глазами, чтобы вы могли постоянно на нее посмотреть, и вы визуально увидите, что не так. Продолжение следует... Вот мы получили еще одну такую ножку. Мы видим, что она тут чуть толще. Значит, это будет происходить по причине того, что надо вытащить, наверное, пятая или шестая будет все больше и больше, похоже на первую. И в итоге, значит, они не будут, конечно, идеально, там, как после щепу детальками. Но когда они будут стоять все вместе, как бы, ну, каким-то образом на каком-то расстоянии, ну, вряд ли кто-то скажет, ой, смотри, я там чуть толще. Нет, а как правило, как правило, оно все проходит, все. Ну, нет, тут явно видно, что она толще, надо ее поточить. Потом можно пройтись, вот те, которые явно там не попадают в строй, их можно там, ну, это же уже как бы не сложно. Вы поняли, да, что это явно получилось чуть толще. Поставили, протащили и все. В общем, основная идея была ролика показать, что штангелями надо пользоваться вот таким образом, что можно сделать себе такие вот контрольные, как бы, ну, не знаю, инструмент нового уровня. То я гайки закручивал, теперь он, как бы, у вас, как шаблон. В итоге, после такого вот метода, вы насервили отверстие, оно все вставляется четенько, вас это все нервирует, получаете удовольствие от работы. Ну, все, на этом все. До свидания, до новых встреч.